В сентябре месяце приезжал брат с женой, за один месяц. И за два дня до того, как они должны были уехать, ну, кто-то знает об этом, вечером он попадает в больницу, да, мне звонит его жена, и говорит, что он без сознания и достаточно долго времени. Слава Богу, была молодежка, мы вызвали скорую, сказали, что нужна помощь мужская, чтобы спустить его. Слава на Бога, че е било молодежкото собирание, и ни требовала срещу мужская помощь. Да, братия приехали. Братята са дошли. Мы спустили его в безсъзнательном состоянии. Спуснахме его в безсъзнательно состояние. Но переложили на насилку и в скорую помощь. Сложихме его върху насилките и закарахме его в бързата помощь. Ну и, соответственно, мы поехали за ним в больницу. Ну и было время, пока мы ждали, что скажут врачи. И чакахме, какво ще кажат лекарите. Да, ну естественно, мы молились. И ни, естественно, се молихме. И Бог обратился ко мне. И Бог се обърнал ко мне. Он сказал, я очень хочу, чтобы верующие были здесь. Той казал, много искам вярващите да бъдат тук. В больнице. В больницата. Успешното. Ну, я знаю, что когда Бог ко мне обращается, первое, что я ему говорю, я не готова. А знам, что когда Бог се обръща към мен, первое, което му казвам, аз не съм готова. И он всегда дает время. И той винаги не дава время. Вышел врач. Излезли лекаря. Сказал, что жить осталось ему немного. Казал, чему я останула не совсем много-малко время. Вряд ли он доживет до утра. Потому что у него уже был инсульт очень сильный, обширный. И вообще это чудо, что он дожил после такого пережитого инсульта. Он дожил до сегодняшнего дня. И чудо, че вече доживял след таков силен инсульт до днешен. И они поместили его в палату. И са го сложили в стаята. И сказали, если хотите, можете зайти. Ну, как бы попрощаться. Че, ако искате, можешь да влезете, да се сбокувате. Естественно, я сказала, конечно, мы зайдем. Потому что вообще, как бы, вероятность, что он еще, ну, то есть он еще слышит, да. Естественно, мы хотели помолиться еще раз. И я увидела, конечно, картину. То есть это была палата. Куда помещали людей. Стаята, където са слагали хората. Которым осталось жить немножко. На които не им останало много. Ну, может быть, день, два, три. Может быть, день, два, три. Ну, в принципе, они были уже, ну, как бы, в бессознательном состоянии. В принципе, че са били в бессознательном состоянии. И Иисус еще раз мне сказал. Иисус еще раз мне сказал. Я хотел бы, чтобы мои дети были здесь. Чтобы сказать этим людям обо мне. Чтобы помолились за них. Чтобы кто-то пришел и за них помолился. Вообще, слава Богу за врача. Очень любезный он был. С пониманием относился. Бил и много любезен, с разбиран и се относил. Ну, это слово вошло в меня. Това слово влезе в мен. Да, у нас Иисус им таки взаимоотношения. Он знает, что я... И с Иисус имаме такива взаимоотношения. Той знает, че... Что мне время нужно. Че на мен ми трябва малко время. Вот. Периодически он возвращал, напоминал об этом. Периодично се връщал, напомнил ми за това. Да, и, знаете, мы на одном из сестринских делились. Ну, у кого какие вообще мечты. И не на одном из сестринских собирахе се споделихме кои-какви мечти има. И одна сестра сказала, что я мечтаю зарабатывать хорошо. И одна сестра ей казала, че мечтаю до... Добре до печеля Пари. Чтобы я могла приехать в дом для пенсионеров, да? Как за вызрастник хора. Да. Чтобы я могла им привезти витамины, там, фрукты. И рассказать об Иисусе Христе и помолиться. Да им расскажет за Иисус Христос, да се помоля. Вот. Ну, я опять вспомнила о том, что Иисус говорил. И ошти в еднаш сетик за това, което Иисус ей казал. Когда я была в Караганде. Когато сам била в Караганда. Это официально светская страна, но неофициально. Это мусульманская страна. Официально светская страна, неофициально мусульманская страна. Да. И знаете, меня очень удивило то, что молодежь в церкви ездит в больницу. И много мне учудило, че молодежите в церкви утиват в... Путуват за больницы. Потому что официально это запрещено. За что это официально забронено. Ну, то есть в школах, в таких государственных организациях запрещено говорить. В държавните организации забронено да се говори. И, ну, меня так это, знаете, думал, ну нормально. Они нашли пути, как в Казахстане все-таки входить в больницы и молиться. Това е добре, че те се намерили таки воплати, что в Казахстане да могат да ути, да се молят за хората. Ну, и я стала молиться. Я започнах да се молят. Я говорю, Господь, ну, когда я буду готова, я тебе скажу. Я сказам, Господи, когато ж ти съм готова, аж ти ти кажа. И в прошлое воскресенье на библейском курсе. Именно в этой неделе на библейском собиране. Кто был? Кой-то я был. Вы помните, да, что у нас тема была, это передача власти через рукоположение или возложение рук. И задали вопрос. А как научиться молиться за бесноватых? Да се молим за обсебение. Или за исцеление. Или за исцелявание. И я сказала, что Иисус делал так. Я сказах, че Иисус и правил така. Он ходил со своими учениками. Той ходил со своими ученицами. Совершал чудеса, молился. Вршил чудеса, молился. Ученики это все видели. Учениците се виждали всичко това. Он им объяснял. Той обяснявал. Потом Он их отправлял. След това Той ги спрашивал. Помните, да, по два и три человека. Се, что те се нали по два-три человека. Да, иногда возвращались ученики и говорили. У нас не получилось, да. И не все я получилу. Он говорил, ну, веры не хватило. Вера-то не вистекла. Еще раз подпитывал их и опять отправлял. О, что ведь ножки напуявал и падки спрашивал. Я думаю, что это есть евангелизация. Я в смысле, что това точно евангелизация. И ученичество. И ученичество. У нас была Стасия год назад. Она спросила, что такое евангелизм и ученичество. Стасия, которая была вреде на година, тебя и питала, какое... Евангелизм. Евангелизм. И ученичество. И ученичество. Да. Так вот, я думаю, что это есть евангелизм, ученичество. Мы учимся и идем. И действуем. Не ворвим, учимся и действуем. Вот. Ну, я вам хочу сказать, что если Бог... Ну, естественно, одна я не пойду в больницу, да? Но уже есть, с кем я поделилась и сказали, все, мы тоже будем ходить. У пастора нашего есть опыт, как вести себя в больнице, как евангелизировать. Слава Богу, что в церкви у нас есть финансы сейчас. Слава на Бога, чего в церкви-то не им. Я вообще хочу поблагодарить Машу. Искам-то благодаря на Мария. Потому что, да, она тоже взялась вести финансы. Она сделала таблицу. Чития, за что я започла на доводе финансы, направила таблицу-то? Мало того, знаете, вот мне понравилось, что она сделала. Она говорит, я когда вижу, что на что-то не хватает, я молюсь. И финансы приходят. И финансы идут. Я говорю, аллилуйя, я об этом мечтала. Я скажу, аллилуйя, точно зато вас и мечтаю. Ну, потому что мы не видим картины. За что-то не видим тази картины. Мы за эти годы научились экономить. За тези годы не научились. Да, то есть финансы приходят, мы их раз это в сейф. Пришли мы их в сейф. Финансы задошли. Ну, какие-то расходы текущие платим. Да. Вот. А слава Богу, Мария говорит, так, каждый месяц у нас есть вот такая дополнительная сумма. Да, которые мы сейчас на миссионерские нужды отправляем. Да, ну вот Эдди благословили. Сейчас одна сестра, по-моему, из Сирии, Фабия, на арабском языке. В Турции служит те, которые пострадали от землетрясения и живут там, в контейнерах. На тези, которые пострадали от землетрясения, то живеют в контейнере. То есть мы им помогаем. И я думаю, что мы можем высвободить деньги и на то, чтобы пойти в больницу и что-то людям принести. И мыслят, что все, что можем, да, освободим и финансы, за волнице, да можем, да, ути, в метам, да, ну, повядваме. Первое, например, что мне пришло, я тоже поделилась с пастором, это поехать в... Первое, которое мне дошло, которое все, что споделих с пастором. Скажи, как это называется? Хоспис. Хоспис, да. Да, утирим в хоспис. Потому что там люди, которых, в принципе, уже списали, да, и которые живут, ожидая своего конца. Кои-то живеют там и чакат свой окрай. Поэтому мы можем им донести надежду. И мы можем им донести надежду. Благую весть. Блага весть. И если хватит веры, будем молиться за исцеление. И ако не стигне вера, то, что мы молимся за исцеление. Вот, ну, я решила поделиться этим. То есть, кто господелил? Пусть это слово, оно работает в сердцах ваших, да? То есть, слово доработит во ваше сердце. И мы пока будем договариваться, и когда нам дадут добро... Естественно, мы скажем, ну, ребята, кто готов... Ну, вот такое вот у меня. Я не знаю, вдохновляющее или нет. Кстати, знаете, вдохновение от какого слова? Знаете ли... Вдохновение означает, да вдохнешь духа. Да. Поэтому, когда мы живем духовной жизнью, да? Когато живем духовен живот, да имеем вдохновение. Винаги имаме вдохновение. От Господа нашего Иисуса Христа. От нашего Господа Иисус Христос. Плотя на противица всегда. Плот винаги се противи. А дух же бодрствует. А духа бодрствува. Поэтому, естественно, как я, как человек, когда услышала слово, первое, что у меня было... Естественно, когда человек, когда чух слово, то, первое, което беше, не искам. А, в онкологию, да. Хорошо, и туда пойдем. Да, что у тебя его в онкологию. Пастеру туда хочется, да. Что на пасторам уиска, Натан? Хорошо, как раз Эдди вернется, Эдди тоже молился, чтобы по больницам ходить. Эдди точно, Эдди, кто северный, что я молил доходи по больницам. Да, так что, ну вот так вот. Ребята, принимайте, молитесь. Прием, это вам, молитесь. Да, пусть это слово работает. У вас слово доработает во вас. Да, чтобы не было так, что мы пришли, нам здесь хорошо, мы собрались, насытились духовно-физически и разошлись. Я думаю, что мы насытимся и пойдем нести Евангелие. Мы слышим, что насытим и что носим Евангелие то? Да? Сейчас хочешь поделиться? Есть время. Да, да. Сейчас идем.